Давным-давно Садгуру сказал моей матери, что хочет взять лодку, маленькую рыбацкую лодку, и отправиться в Африку. Потому что есть рыбацкие лодки, которые совершали такое путешествие. И есть катамараны, которые это делают. Он хотел путешествовать в течение шести месяцев. Поэтому пребывание в океане, в этом водном просторе — это определенно то, что, как я думала, будет ему по душе, а не просто быть постоянно сосредоточенным на мероприятии за мероприятием. Как же я ошибалась насчет этих двух с половиной дней? Когда мы приехали в Эр-Риад, для нас это было просто нереально. Потому что повсюду была одна пустыня, и я лично никогда не видела ничего подобного. Мы все были в автобусе. И находясь в том автобусе, мы едва могли что-то рассмотреть за окном. Мы смотрели на улицу и думали, что все выглядит немного как в дымке, почти как в тумане. Знаете, как ранний утренний туман. Только выйдя из автобуса, вы понимаете, что это не туман. Это пыль, это песок, это как мелкие песчинки. И мы видим песчаную бурю вокруг нас, и мы не знаем, как Садгуру собирается проехать на мотоцикле через нее. Не думаю, что кто-то из нас действительно задумывался о том, что он вдыхал, что он глотал, когда ехал на мотоцикле. И я думаю, что я по-настоящему поняла это только тогда, когда мы сели на корабль. Мы отправились на корабле из Омана в Джамнагар. И я думала, что для него это будет по крайней мере трех или двух с половиной дневным перерывом. Мы сели на корабль, пробыли там некоторое время, познакомились со всем экипажем, с капитаном. В тот первый день у нас все было хорошо. На второй день утром, когда мы его увидели, он выглядел не очень хорошо. И я спросила его, ты спал? И все такое. Он сказал, я в порядке, я в порядке. А затем начал кашлять. И когда он отхаркивал, это было похоже на шарики песка и грязи в мокроте. Знаете, не просто немного грязи в мокроте. Это было не так. Были видны частицы песка и грязи, которые выходили из его легких. Я даже не знала, что такое количество песка может попасть в легкие и выйти наружу в таком виде. Видя, как он кашляет этими шариками грязи, я не знала, случилось ли что-то с его легкими. Серьезно ли это? Нужно ли нам вызвать врача, чтобы он посмотрел его легкие? Какова ситуация? Я даже не знаю. Все, что я знаю, он кашляет. Он теряет голос. Он не может говорить больше нескольких минут за раз. И даже когда он говорит, он говорит как-то тихо. И потом мы пытаемся проверить, ты в порядке? Можем ли мы дать тебе лекарства? Мы можем что-то сделать? Он спрашивает меня, ты в порядке? Я в порядке. Ты оставь это. Пойди проверь. Убедись, что остальные поели. Убедись, что все остальные в порядке. Я смотрю на него. Он такой слабый. Он сидит. Он не может легко встать. Это было нереально, видеть его в таком состоянии. Но при всем при этом, он ничего не говорит. Он просто говорит, мне нужно немного отдохнуть. Мне нужно кое-что написать. Я в порядке. Я в порядке. Но видно, что он не в порядке. У него была такая высокая температура. Он кашлял и не мог говорить. Но мы не знали, насколько ему плохо или хорошо. Потому что он ничего нам не говорил. Я поняла, что у него очень высокая температура. Каждый раз, когда он кашляет, в салфетке оказываются частицы песка. На второй день мы вышли на палубу. И вы знаете, на корабле тот угол в носовой части. Мы поставили там небольшой табурет, чтобы он мог сидеть. И видеокоманда хотела сделать несколько хороших видео. Он пошел туда, сел на табурет и просидел там некоторое время. И, возможно, впервые я услышала, как он сказал, мне нужно идти. Он встал и, держась за поручень, пошел в свою комнату. Было немного нереально видеть, что ему нужно держаться за что-то, чтобы просто идти. Знаете, просто чтобы пройти это расстояние в три или пять метров и вернуться в комнату. Ему нужно было придерживаться за поручень. Мне было не по себе оставлять его спать одного. Поэтому я спала на диване в его комнате. Я не знала, что будет, если он встанет посреди ночи и что-то случится. Никого бы не было, чтобы помочь. А это корабль, и корабль качается из стороны в сторону. Нас качало туда-сюда почти на 30-32 градуса. Это было тяжелое путешествие для всех нас, но для него особенно, потому что он уже был нездоров, а вы не можете по-настоящему отдохнуть, так как ваше тело постоянно находится в движении. Он все кашлял. Мы спрашивали, ты в порядке? Тебе что-нибудь нужно? Нет-нет, я в порядке. И он продолжал делать то, что было необходимо. Было очень тяжело на это смотреть. Садгуру сказал, почему бы вам не собрать экипаж? Мы включим их в движение. Мы поговорим с ними о движении, спасем почву и обо всем остальном. Мы собрали экипаж в конференц-зале, который находился внизу. Он сел и начал говорить о движении «Спасем почву», и он просто начал терять голос. Он говорил что-то, а потом кашлял, говорил «извините», и потом продолжал говорить. И он не мог произносить полное предложение так, как мы привыкли видеть на мероприятиях. Из-за того, что он кашлял, он терял голос. На это было тяжело смотреть. После того, как он говорил некоторое время, он сказал, почему бы вам сначала не поставить видео, потом мы снова поговорим. Ему нужны были эти несколько минут перерыва, потому что он был не в состоянии говорить непрерывно долгое время. Когда мы были на корабле, в какой-то момент я действительно подумала, что не важно, что он хочет делать сотню вещей. Остальные должны убедиться, что он этого не делает. Потому что это не человеческие, это не сверхчеловеческие. Это не человеческие усилия, через которые он проходил. Мы причарили к Джамнагару. И он просто сошел с корабля и пошел в толпу. Говорил там. И когда он кашлял, он извинялся. «Извините, я просто немного…» Он все говорил. Я думала, что оттуда мы отправимся прямо туда, где должны были остановиться. Но после этого было флотское мероприятие. Он говорил там. Там также, когда он говорил… Вы можете услышать, что его голос звучит не так, как обычно, очень грубо. Он откашливается и продолжает говорить. Или он откашливается и говорит «Простите, мне очень жаль». Почти извиняется за то, что ему не здоровится. Не говоря при этом, что ему не здоровится. Оттуда мы поехали на мероприятие, где ему был оказан большой прием. Это было долгое мероприятие. В течение часа, полутора часов он говорил непрерывно. Невероятно было это видеть. Но также немного больно. Потому что мы наблюдали, в каком состоянии он был предыдущие два-три дня. И все, что мы хотели, это чтобы он немного отдохнул. КОНЕЦ